6 июля в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета УНИК состоялось торжественное вручение дипломов сразу двум институтам. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт математики и механики имени Николая Лобачевского. Первым дипломом вручили выпускникам гуманитарных наук. Декан высшей школы журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Леонид Толчинский отметил, что студенты вели не только активную студенческую жизнь, но и плодотворно посвящали себя научной и практической деятельности. Далее для вручения дипломов на сцену культурно-спортивного комплекса традиционно поднялись ведущие преподаватели Казанского федерального университета, которые на протяжении всех учебных лет поддерживали студентов и оказывали безграничную помощь в начинаниях пускников. Следующими свои путевки во взрослую жизнь получили студенты Института математики и механики имени Николая Лобачевского. Хронология вручения диплома была такая же. Директор Института Екатерина Турилова открыла мероприятие «Торжественная речь для выпускников», которая рассказала о важности динамичной и продуктивной студенческой жизни. Ведь наука, изучение общеобразовательных процессов и социальная активность идут параллельно, дополняя друг друга. На сцене выпускники Института математики и механики гордо держали в руках дипломы о высшем образовании и громко поддерживали каждого из одногруппников. Ведь цель, к которой они шли долгие годы, наконец достигнута. Удачи, верьте в себя и у вас у всех обязательно все получится. В 80-х годы прошли замечательно. У меня выпускного не было в баклавриате, так как был коронавирус, и вот сейчас я за два раза, так скажем, выпускаюсь. Казанский федеральный университет выпустил во взрослую жизнь уже сотни тысяч студентов со всего мира. Ежегодно бывшие абитуриенты становятся дипломированными студентами и врываются в дальнейший этап с гордо поднятой головой.